Для приготовления киша из индейки возьмите индюшинное бедро, песочное тесто, лук-порей, брокколи, яйца, молоко, сыр сулугуни, растительное масло, черный молотый перец и соль. С чего починаем? Тесто, которое я приготовил заранее, это песочное, полкило. Нагадаю, что песочное тесто на нашей кухне мы уже готовили неодноразово, так что зазирайте на наш сайт и там найдете рецепты соответствующие. Духовка на 180 градусов, пожалуйста. Йем. И снова нам понадобится пергамент. Будем раскатывать тесто между двумя листами пергамента. И оно не прилипло. Теперь нам нужно сделать корж. Диаметр примерно в 35 сантиметров. Толщиной где-то миллиметра 4-5. Нам понадобится такая форма, это стандартный размер 24 сантиметра. И можно, собственно, перекладывать сюда тесто. И потом еще потыкать вилкой надо будет, конечно. Это важно, я напоминаю, делать для того, чтобы тесто не вздувалось. Теперь нам необходимо выложить груз, который поможет и сохранить форму теста, и поможет при этом проводить равномерное тепло. Я вообще с ужасом смотрю. Бачишь? Да то, что мы делаем. Квасоля. Приблизно две склянки. Ну что, в духовку? Да. Отправляем. Печем 180 градусов. 15 минут. Конечно же, пирог у нас не может быть без начинки. Нам понадобится лук-порей. Отрезаем белую часть. Разреждаешь ее вдоль и потом на полукольцами. Ну, где-то 2-3 миллиметра. И ставим в сковородку. Ир, налей, пожалуйста, пока пару столовых ложек масла. Так, начинка номер два. Для нее мы используем индюшиное бедро. Ого! Снимаем кожу. Сейчас мы будем снимать мясо с кости и нарезать его крупными кусочками. Тебе надо натереть 150 граммов сулугуни на мелкую терку. И если там масло разогрелось, то можно порей уже жарить. А все ж таки с першим сыном, чи с маленьким, зараз цікавише. Я бы не сказала, что есть разница. Я люблю хлебушку, потому что он первый такой у нас теплый, нежный ребенок, умный. А малыш, он ураган. Ураган-то бриз. Тебе надо смешать в миске два яйца и половину стакана молока. Склянки у кожного в дома ризни. Отак одразу і не відмірюєш правильно потрібний ингредієнт. Тому мірний стакан край необхідний у хозяйстві рідч. Головне правильно його обрати. Стакани зараз роблять із пластику та зі скла. Скляні, до речі, найчастіше виготовляють жаротривкового, товстого скла, яке точно не розіб'ється. Служать вони довше, ніж пластикові. Адже менше всотують запахи, та їхня поверхня менше дряпається. А підібрати ідеальний заціною та якістю варіант найлегше в інтернет-магазині. Привезуть просто додому. Парей ми вкладаємо із сковороди в миску. Вкладаємо мясо в сковородку, в якій только що був парей. Обжарюємо його до тех пор, поки його не побелеє. В сковородку кіндюшки ми добавляємо примерно половину чайної ложки солі. І сразу же в яйця с молоком тоже добавь столько же. Чорний перец молотий, пол чайної ложки. Тоже потрібно відправити ячасті. Корж вже спекся, і надо його доставати. Конечно, ми ще будемо далі запекати все вместе, тому корж дойдет. Удивительно, благодаря фасолі идеальна ровна форма коржа. У нас финишна я прямая. Берем мясо, викладаємо непосредственно сразу на коржик. Вкладаємо сверху порей. І следующий слой, і красиво, і вкусно, і полезно, – це брокколи. Порядка где-то 200 грамів. Ми от по-быстрому їх пробаланшировали, буквально 2-3 минути. Наступний шар – сыр. Последний етап – заливку. Кстати, а почему еще никто не написал пісню «Все буде смачно»? Главное найти удачный рифм, к слову «смачно». Не готуйте необачно у програмі «Все буде смачно». Добре! 25 минут пирог должен провести в духовке, а температура 180 градусов. Наш киш 100% готов. Ми можемо його доставати і можемо пробувати. Боже мой, какой аромат! А, выглядит я, я даже отсюда вижу. Как же це красиво! Вдавалося б так легко, ми його приготували і швидко доволі. А смак вишуканий. Скоріночка зверху, тісто хрунке, начинка соковита. Це дуже дуже удобне блюда, тому що я можу його зробити в коробочку і на гастролі. Вот я їду, я точно не успеваю подавтракати, я возьму з собою.